Вот так выглядит станок для нарезки пакетов для грибных блоков из рукава. Вот его общий такой вид. Он должен быть накрыт, чтобы на него не попадала из внешней среды пыль, небольшие предосторожности. Значит выглядит он вот таким вот образом. Очень такая незамысловатая, несложная конструкция. Внизу находится полка. На эту полку можно помещать рулоны сами рукава. Сейчас их там нету, потому что, как видим, этот рукав уже заканчивается. Ну и вот непосредственно сам рукав. Ширина 40 этого рукава. Он находится в рулоне. Этот рулон уже заканчивается, но вообще объем у него довольно-таки большой. Он где-то вот такой вот толщины этот рулон. Находится он вот закрепляется просто на такой трубе. Тут нет никаких там шарниров. Она вот просто сюда прикручена. И следующим образом, вот так, в подтягивании он разматывается. Так, сейчас мы его смотаем. Подкажем, как это все работает. Для того, чтобы более удобно было его разматывать, здесь есть вот такой вот ограничитель, чтобы этот рукав шел по плоской поверхности. Вот так мы его расстреливаем. И специально для того, чтобы иметь возможность не замерять каждую, каждый отрез, вот здесь нанесена шкала для разных размеров мешков, которые будут необходимы. Вот здесь это метровая длина. Это 80 на 40. При таком размере блок получается приблизительно 9-9,5 килограмм. Ну и все. Другие размеры для других там целей. Можно делать меньше, больше, как нам будет необходимо. Таким способом довольно-таки быстро можно нарезать большое количество пакетов. Понимаете, если вам нужно будет нарезать 5 пакетов, то это можно сделать ножницами на коленях. Но если нужно будет нарезать 100 или 200 пакетов, то это будет довольно-таки проблематично. И без вот такого приспособления, без вот такого станка это будет довольно-таки трудно. Значит, как происходит сама нарезка мы сейчас продемонстрируем на самом станке здесь предвидена еще такая вот линейка ну вообще честно говоря я этой линейкой не пользуюсь производим таким вот строительным ножиком и довольно быстро это делается 4 5 6 сейчас секундочку я сейчас нарежу еще дам еще немножко полезных советов способ применения полиэтилена самый безопасный и самый лучший потому что любые пакеты которые предварительно нарезаны велика вероятность тем что они будут заряжаться поэтому если мы предварительно хотим нарезать пакетов чтобы они у нас были сюда под рукой делаем следующий момент вот заворачиваем значит открытой поверхности мы заворачиваем внутрь получается вот у нас такой конверт и дальнейшем для этого же конверта вырезаем то что называется упаковка вот таким вот образом и приблизительно так чтобы можно было запаять берем вот такой вот для нее конвертик это делается для того чтобы наши пакеты в процессе хранения перемещения переноски там на посадку грибов чтобы инфекция не попала внутрь самих пакетов поэтому вот мы подготавливаем такой вот конвертик это неважно если вам на посадку нужно например 50 например таких пакетов то сюда можно запечатать и 50 если например мне на отправку нужно например отправить человеку в 10 таких пакетов то я делаю вот таким вот образом я запаковываю это такой вот конвертик и сейчас эти края запаяем и можно совершенно не опасаться что туда внутрь попадет инфекция и вот удобная такая полка внизу это можно разместить сейчас я буду нарезать еще 20 пакетов которые не нужно копить это все происходит довольно таки быстро и еще один момент то что хотела бы хотелось бы остановиться это моменте что есть у меня например запайщик которым можно этот край запаивать для того чтобы здесь ну а дальнейшем другой конец открыты чтобы загружать субстрат но из опыта я вам скажу что этот вариант самый худший когда получается у нас внизу квадратный пакет почему когда мы делаем когда мы начинаем упаковывать сюда субстрат то получается у нас сам блок круглый и здесь получается два таких угла их или надо специально при упаковке запаковывать плотно или если плотно их не запаковать то здесь собирается вода и велика вероятность что здесь будет процесс вниения инфицирование и так дальше поэтому пакет лучше делать не спаянным квадратным а пакет лучше делать вот открытым а для его завязывания используется вот таким вот образом смотрите видео как правильно сделать блок там это я показывал бы еще раз повторюсь вот делаем вот такой штуку и стягиваем это стяжечкой для электропроводки таким образом этого мешка у нас получается круглым такой способ намного лучше и намного приемлем для упаковки грибных блоков и пока все посмотрели как сделать вот такой станок все что вроде бы хотел рассказать рассказал следите за дальнейшими публикациями на канале выращивайте грибы и всего вам самого наилучшего основной был макс аль